Опачки, я что, нашла красочку идеальную? И что, теперь не будет ванны красоты? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас долгожданное видео окрашивание. Сегодня будет окрашивание на мои уже укороченные волосы. Да, кто еще не знает, я подстрелил глаз. Резинки витают у меня. Я уже не буду называть ванны красоты, кухни красоты. Я чуть не пойму, как лучше. Ну ладно, не об этом. Тришка новая. Кто не знает, кто смотрит чисто мои покраски, то, наверное, вы удивлены. Да, я подстриглась безумно счастлива, рада. Вот и тут поднакрученная. Короче, надо уже красить корни, видите, они темные. И мы, как всегда, продолжаем искать красочки, которые поднимут мой цвет волос до моей длины, да, корни поднимутся до длины, то есть осветлятся. Мы ищем именно такую краску, чтобы нам не нужно было заморачиваться. Сначала осветлять наши корни, а потом тонировать желаемый цвет. Мы ищем краску, которая бы сразу придавала бы нам нужный оттенок и поднимала наши корни и не оставляла при этом желтизны, да. Пока что нам не удалось найти какой-то такой супер краски. Последний раз вообще я использовала этот съез, блин, потом затонировалась была фиолетовая. Короче, все подсмылось, и стель очень быстро смывается, и это хорошо. Итак, сегодняшнее видео. Я выбрала себе краску, я о ней уже много говорила в своих видео. И знаю, вы наверняка ждете уже, что же, что же за краска, на каком проценте будем красить, и что же, что же получится. Я могу сказать, что это за краска. Краска у нас будет Mood, да, почему-то у меня их две, они вообще большие на самом деле в краске. Blonde Silver Super, это осветляющая серия Mood. Вообще, насколько вы знаете, если вы смотрите Кристины на покраске, то она все время красится Mood, ей очень нравится. Идея сегодняшнего видео мне пришла не от Кристины, а от ее сестры, может быть, вы ее знаете, Виктория. Вообще, у нее русый цвет волос, свой, и она его не красила вообще никогда. И вдруг она решила измениться и стать блондинкой. И тоже начала искать. Она сначала покрасила что-то, не помню, что, какую краску они взяли, но у нее стали желтые волосы. Потом она опять же начала поиски краски, которая сделает ей нормальный цвет. И осветляться она не хотела. И она, вот, воспользовалась Mood. Ниже под видео я оставлю ссылку на ее канал. Она, кстати, начинающий блогер, и уже у нее довольно много интересных видео на канале, так что рекомендую пройти на нее, посмотреть. Если понравится, обязательно подписывайтесь и поддержите новичка лайками. Значит, она покрасилась этой краской Mood и сказала, что вау-вау, не с Кристиной прям один голос мне говорят. Вау-вау, короче, это, видимо, то, что тебе надо. Но еще я знаю, что красочки могут по-разному вести себя на разных волосах, поэтому сильно прям супер ожиданий у меня нету, да? Но будет очень хорошо, если она нам поможет. Я взяла две, я уже подготовилась конкретно, две краски у меня. Я взяла уже вот такие вот баллоны, представляете? Потому что они на самом деле выгоднее. Если брать маленькие две, то получается цена вот такой большой. Короче, я взяла себе 6-процентный, я взяла себе 9-процентный, и я взяла себе 3-процентный. Короче, у меня любые проценты, что хочу-то творю. Я поняла, что краситься я буду еще очень долго. А скоро сидеть начнем, так вообще. Я взяла две краски, но вообще они двойные, короче, какие-то большие, большой объем. Но у меня есть измерители и так далее. Виктория красится этой краской Mood, у нее все замечательно. Ее историю волос вы можете посмотреть на ее канале. Опять же, говорю, ссылочка под видео, да? А мы начнем тестить сейчас на моих волосах. Вообще, я накрасила на девятки, на процент на девятки. А я вот что-то не спросила у нее, и думаю, может быть, мне на шестерке попробуют покрасить. Ну, что сразу на девятки? Во-первых, я знаю уже рецепт один. Рецепт, который мне посоветовала моя парикмахер, которая стригла меня. Она посоветовала рецепт, который можно покрасить на шестерке краску. Она красит одну девочку у себя. Но это мы будем тестить, наверное, в следующем видео. Вот. Я подумала, может быть, тоже на шестерочке попробуют тогда мне покрасить. Кстати, секрет этой краски. Раньше она красила ею же, да. А, только она один к одному красила. И вот была желтизна. А на самом деле их нужно красить один к двум. В общем, мне так трудно дается это сейчас в видео, потому что хочется спать. И еще куча дел, еще надо монтировать. Малышня только уснула. Поэтому сейчас я быстро наведу краску, намажу на корни. Еще нам нужно будет протянуть по всей длине, наверное, или притонироваться. Я не знаю, потому что краска на самом деле, она... Ну, видите, у меня теплый оттенок, а у нее должен быть такой прохладный оттенок. Короче, я не знаю. Может, корни опять будут отличаться. Но если они будут сильно отличаться, то потом я по всей длине пройдусь. Смотрим, короче. В общем, поехали, намешиваем. Номер красочки 12,71. Кому я не говорила. 12,71. Для начала я налила 6% оксид 100. И краска здесь тоже 100, но я выдавлю половину. То есть получается один к двум. Кстати, на самой краске написано один к одному. Не знаю, что это значит. Но вот у них были тоже проблемы с этим. Вот послушайте историю Виктории и поймете. Я уже крашу так, как они мне сказали. Один к двум. Так, все, размешиваем. Красочка, кстати, это тоже пахнет аммиаком. Вот как и стель, не меньше. Поэтому, чтобы аммиак выметрился, я пойду на балкон мешать. Будут рецепары его, и тогда будет легче накрасить. Все, мои игрушки. Я намазала свои корни. Немного пощипывает на 6%. Будем смотреть. Но я даже по инструкции, честно говоря, не посмотрела, сколько мне лежать. Наверное, минут 40. Сейчас буду смотреть. Это так всегда. Я сначала крошусь, а потом начинаю смотреть, сколько мне сидеть вообще. Не, ну это только я, наверное, могла так. Сейчас смотрю, что... Здесь написано, краску вообще один к одному смешивать. Но для супер-блондов вы можете смешать один к двум на 9 или на 12%. Да. И вообще тут написано, что сначала, прежде чем красить, нужно обязательно прочитать инструкцию. Да. Но я так не делаю. Ну не знаю, почему, но я так не делаю. Я не могу, я забываю, я спешу куда-то. Иногда бывает очень смешный казус, связанный с этим. И еще здесь написано процедура чувствительности кожи. Тут всегда, знаете, во всех красках чувствительность кожи проверяют. Вот я никогда не проверяла, сколько красила. Никогда не проверяла на чувствительность кожи. Так я думаю, что моя кожа выдержит все, и волосы мои тоже. Мне интересно... Надо сделать опрос, кстати, в инстаграм. Кстати, вот здесь мой инстаграм, заходите. А я сделаю опрос, и мне прям любопытно, сколько человек именно проверяют и тестируют. Мне кажется, очень маленькое количество. Я думаю, я не одна такая. Короче, мы делаем все неправильно. По идее, мы должны, если на 6%, то один к одному делать, а мы делаем один к двуму. Ага, еще и супер осветляющие. Они вообще не работают на шестерке, наверное. Короче, я экспериментатор. Как всегда. Ну да, все прочитала, все вам правильно сказала, короче, сейчас. Эй, свет. Тут. О. Ну да, все прочитала, все вам сейчас правильно сказала, короче. Реально у нас сейчас будет эксперимент, потому что, в принципе, даже в инструкции на 6% пишут один к одному. Вообще, может быть, даже 6% не считается, что это осветление, а просто, может, окрашивание идет на 3-х, на 6-ти. Короче. С этими красками только экспериментировать. Поэтому ждем максимум выдержка, там, 45 минут. Пойду посмотрю, сколько времени, да уже болтаю с вами, 15 минут. Сейчас еще передержу. Отвалится. Ну, вроде осветляется. Главное, чтобы без желтизны и с красивым оттенком. Без зеленцы, красноты, оранжеленцы, там, и вот. О, посмотрим. Ну что, мои хорошие, прошло у нас минут 40. Сейчас я все это проэмульгирую по всей длине. И подождем еще минут 10 и будем смогли. Посмотрим. Обычно, кстати, итальянские краски, все, которые я брала, я их пробовала две. Как будто я их там очень много пробовала. Нет, я пробовала две краски. Но еще у меня также опыт общения с другими людьми, кто пользовался итальянскими красками. Все, как один, говорят, что они очень сильно темнят. Так что будьте осторожны. И в первый раз я пробую краску именно осветляющую. И мы так логически подумали, что итальянки, они же все темные. И если они хотят осветлиться, то им, скорее всего, должно быть ядерное осветление. Поэтому осветлители итальянские могут быть хороши. А не на окрашивание в какой-либо цвет. Даже я помню, была пепельная. Я стала серой, как асфальт. Просто серой. Ладно, идем смывать. Ну что, делюсь впечатлениями, пока мыла голову. Значит, волосы... Не сказала бы, чтобы они сильно испортились, как бы на 6%. Нормально. Я еще по всей длине сделала, как бы, конечно, без маски, без бальзама. Ну, вот так вот рукой не проведешь. Они там застревают. И видно, что чешуки все, видимо, пооткрывались как-то. Но я сделала себе масочку. Сейчас покажу, какую. Вот такая масочка Лондо. Когда у меня сильно повреждаются волосы, или как раз после окрашивания, осветления, да, отлично воспользоваться этой маской. Я ей не все время пользуюсь, потому что у меня проще бальзамы. Эту масочку надо подержать там еще. Но я ее тоже не держу. Я минуту... Минута 3, наверное, ее подержала. И смыла ей волосы шелковистки. Еще по привычке я накладываю очень много шампуня. Совсем забыла, что у меня теперь в два раза меньше волос. Все нужно меньше. И бальзамы наложила такая. Думаю, уху-ху. Наклала, наложила. Не знаю, как правильно в этот момент говорить. Но не суть. Что я замечаю по корням? Пока они были мокрые, как бы, я так замечаю. Пока мою, прям идеально ровный цвет. С моей длиной. То есть нету... Обычно я смотрю и уже вижу, что они будут желтее, потому что какой-то у них другой цвет. А здесь я смотрю, что они прям как-то очень схожи с моим. И возможно, возможно, что будет безжелчный. Потому что я вижу, что на мокрых у них смотрится очень хороший цвет. Реально. Вот. Мы обязательно сейчас все послушаем, все посмотрим с вами. И я даже поймала себя на мысли, что я такая думаю, опачки, я что, нашла красочку идеальную? И что, теперь не будет в ванной красоты? То есть я остаюсь блондинкой, не собираюсь перекрашиваться в другие цвета. Буду красить корни все время этой краской. И... А что я вам буду снимать? Я прям расстроилась на минутку, потом думаю, не, я буду делать какие-нибудь временные окрашивания, может быть, что-то тестить. Я вас так просто не оставлю. Я уже... Это уже это, моя рубрика постоянная. Ну, как-то... Сейчас я покажу свой уход, потому что, несмотря на то, что я показывала практически в каждом видео об окрашивании, все равно люди спрашивают, покажи свой уход за волосами, чем ты ухаживаешь. Потому что сейчас покажу еще раз. Корни, они отличаются, неснабилы, нет. Корни практически не отличаются. Видите, вот этот цвет кого-то. Не отличаются от общей длины. Обычно, когда мы красили другими красками, то мы на мокрых волосах уже могли видеть это. Просто, когда ты сушишь волосы, то оно сравнивается. И как бы на сухих волосах это не так заметно. Но когда на мокрых ты не видишь разницы, то на сухих ты тем более не увидишь. Вообще кайф. Девочки, походу, мы нашли эту краску. Итак, мой уход очень прост и, в принципе, достаточно бюджетный. Я использую для волос спрей. Мне нравится его аромат. С ним легче расчесывать, так же он освежает и предотвращает ломкость и сечение концов. Я люблю всякие средства, которые не смывать. После того, как я показывала в одном из видео свой любимый дав. Причем у меня есть другие. У меня есть другие ухаживающие средства. Например, вот фаберлик. Ну, здесь мне и не нравится вообще эффект. Мне кажется, в муфе ничего не делает. Просто водичка. Возможно, это и есть просто водичка. Это не смываемый экспресс-кондиционер. Ну, тоже увлажняет, облегчает расчесывание. Но для меня он не работает. Еще есть уэл. Он мне нравится. Все прекрасно, но мне не нравится его аромат. Он какой-то не такой благоухающий, как вот дав. И еще многие меня спрашивали, где я купила этот дав. Девочки, я не помню. По-моему, я брала его в Ашане. Он практически везде есть. Магнит-косметик, Ашан или просто какой-то магазин косметики. То есть, ну да, это же у нас масс-маркетовская тема. Поэтому там, где продаются всякие средства для волос, зайдите, посмотрите. Может быть, в одном из них оно будет. У него реально классный аромат. Поэтому мы сейчас прям им и попшикаем. Перерасход будет меньше всяких средств с короткими волосами. В принципе, после того, как мы нанесли это средство, можно потихонечку вот с кончиков начинать аккуратненько расчесывать волосы. Я расчесываю волосы, ну, мокрые, если они с какими-то всякими средствами. Они у меня расчесываются легко. Главное, я под расческой чувствую, чтобы я их не рвала, и расческа шла очень легко. То есть, если она не идет, то я раз убираю расчесочку, делаю прямо на узел вот так вот, да? Ну, вот узел, допустим, здесь завязался. Я расчесочку на серединку кладу, узел, да? Узла. И продолжаю. Я заговариваюсь уже под вечер, если я учусь. На самом деле, я умею правильно говорить. Знаю, как некоторые слова... Как некоторые слова говорятся правильно. Но когда вечер, ты устал, то ты можешь говорить, черти что. А потом я себя слушаю, вроде контролирую так, а потом я себя слушаю на видео, когда монтирую. И думаю, ну, твою. Начинаю вырезать целые куски, потому что уже никак не исправишь. А накладывать сверху, ну, все равно позорище, блин. Разговаривать не умеешь. Короче, я стараюсь, девочки, для вас говорить правильно, все как положено. Но не всегда это удается. Будьте нисходительны. Моя речь. Я работаю на эти. В общем, все, расчесала. Когда волосики немножко подсохнут, сейчас у нас я буду использовать масло для волос. Я пробовала уже достаточно много масел, ну, как относительно, да. Мне кажется, может быть, даже у меня здесь светлее, вот так вот, да. Здесь можно было бы еще вот здесь посветлее притонировать. Ну, в конце это уже отдельная тема. Самое сложное это у нас корень. Видите, он как будто похолоднее чуть-чуть. Оттенок приобрел. Надо будет просто на тройке затонироваться этой краской, и все. Она приобретет нужный оттенок. Вот здесь, как здесь. Это. Короче, у меня самое мое любимое вообще, это шеверскоп. Я все равно его найду, но у меня сейчас более дорогие масла появились. Одно масло мне подарила моя Любашка, оно дорогое. Может быть, кто-то знает в этой фирме. Ей оно очень нравится, она прям кайфует. Мне оно нравится по эффекту своему, то есть, все классно, эффект классный, но мне не очень нравится аромат. Мало аромата в нем. Я сейчас нашла себе вот такое масло Чи, оно тоже стоит где-то тысяча плюс-минус. Мне нравится его аромат и нравится его эффект. Это масло хорошее, мне нравится. Но я знаю более бюджетное масло, и оно лучше этих двух, на мой взгляд, и по эффекту, и по аромату, потому что оно вообще как духи. Я вообще, честно говоря, когда вот, допустим, ты скупалась, вышла из душа, я не очень люблю пользоваться туалетной водой, духами, потому что у них все равно какие-то яркие ароматы такие, знаете. Ну, в общем, это мое. Я люблю пахнуть свежесть. Я люблю пахнуть чистой головой, я люблю пахнуть чистым телом. То есть, для меня это самый лучший аромат, самый лучший дух. Тем более, через время вырабатываются свои ферамоны, да, и я, например, не потею, потом не пахну, мне повезло. И когда это все смешивается с чистотой, мне кажется, у меня свой прекрасный запах. Мне его очень жалко всегда перебивать духами. Все вот эти вот средства я выбираю с ароматами приятными, свежими, и какими-то, может быть, даже яркими. Когда они выветряются на тебе и смешиваются с твоим запахом, получается очень вкусненько. И, короче, одно есть масло, оно дешевле всего всех этих двух. Это шварцкоп. Я вам как-нибудь его покажу, оно в такой маленькой... Я давно-давно его показывала уже, в такой маленьком тюбике. Короче, оно классно. Я не знаю, как оно еще. В общем, сейчас чуть-чуть подсохнут волосы, я по кончикам прохожусь, вот так буквально одна капелька, я по кончикам прохожусь, и потом тушу как следует волосы. Буквально вот так. Раз. Это даже много, у меня же сейчас короткие волосы. Я все время сбываю. Вот так. И вот так пополам разделяем. И прям по кончикам как следует прохожусь. То есть это одной капли хватает, на самом деле. Очень экономно. Девочки мои, ну что я вам могу сказать? Как это не печально осознавать, но мы ее нашли, эту идеальную краску. Посмотрите на мои корни. Они идеальны. Мои корни, вот досюда вообще, они лучше, чем моя основная длина. То есть эффект, который я вообще не ожидала. У него реально, я не знаю, видите вы или нет, просто нет вообще желтизны никакой. Посмотрите, как красиво. Как красиво он убрал все. Порень. Смотри. Смотрите. Это же идеально. Короче, мне надо будет вот здесь вот по длине пройтись и сделать его таким же. Видите, какой он красивый здесь. И здесь немножко желтиночка я отдаю вот еще. Ну просто я совсем чуть-чуть подержала. Я не 10 минут подержала. Естественно, я намылилась. 3 минуты постояла и смыла. Оно не затонировалось. Поэтому я затонирую и все. И буду потом делать корни. Короче, цвет офигенный. Жемчуг. Именно то, что я хотела. Без всяких сложных каких-то операций, без осветления и на шестерке. Вообще, крутец. Ну что, смело могу советовать эту краску всем вам. Попробуйте. Да, если хотите больше осветлиться, берите больше процент. Мне просто шестерки, в принципе, всегда думала, что достаточно. И вот здесь одна шестерка тоже сработала. Один к двум. Не забывайте. Спасибо большое Вику и Кристюле. Кристина первая начала пользоваться этой краской. Она ее посоветовала, как я понимаю, Вике. Но Вика осветлялась прям, ну, конкретно хотела. Вот, поэтому они тоже долго экспериментировали. Зайдите, посмотрите их эксперименты, что у нее получилось. Она сейчас красит этой краской, как бы, полностью волосы. Итак, крошки мои, показываю вам при дневном свете все. Я отсняла вчера, на самом деле, видео, и я прям такая все, о, не, смотрите, это идеальный цвет, нет никакой желтизны. А потом, ну, все, уже отсняла и собиралась вам днем показать цвет. И в итоге я посмотрела, что есть небольшая желтизна у корней, прям. Но она, я вам так скажу, есть именно на видео. То есть, когда я смотрю на себя, я почему так радовалась вся там, потому что я ее реально не видела вот так вот, да, в зеркало, при том освещении, которым есть немало окрашиваний. И утром сейчас я встаю, ну, мама тоже пришла сегодня, я говорю, смотри, как тебе цвет. Она говорит, ну, там у корней чуть-чуть желтинка есть. Я говорю, да нет, по-моему. Она, ну, пойдем на дневной цвет. Пришли на дневной, она такая, ну, в принципе, хорошо. Но я вам скажу, что разница с теми красками, которыми я красила, и эта краска, по мне, так это идеально. Он какой-то желтинка, какая-то вообще естественная. Она вообще какая-то, ну, не желтинка. Я не знаю, что вот сейчас я вот посмотрю этот кусочек, да, и, может быть, тоже будет видно. Но вот просто вот так я смотрю в зеркало, смотрю на себя. Нет этой отвратительной желтизны, от которой я все время пытаюсь избавиться. Эту краску я себе оставлю однозначно. На 9% Виктория красила, и она тоже говорит, что у корней, где темные, да, там волосы, есть немножко желтинка. Но совсем она какая-то, я не знаю, ну, какая-то другая желтинка. Короче, мне полностью нравится цвет волос, мне полностью нравится окрашивание, и нравится эта краска. Я ее оставлю, буду красить. Но так как мы прям идеального не добились, да, еще цвета, прям, чтобы вообще прям, вообще, чтобы вообще прям разницы не было. Поэтому я, наверное, в следующий раз все-таки возьму краску, рецепт которой мне порекомендовала девочка, которая меня стригла. Мы просто с вами испытаем. А вообще, очень красивый цвет у этой краски Mood. Вот, он прям здесь вообще прям реально такой какой-то перлам... Такой жемчужный. Вот, и нужно вот здесь вот еще его притонировать мне. В целом, прям особого отличия нет. Мне очень нравится, я довольна и смело могу рекомендовать эту краску. Волосики классные. Сейчас сзади покажу. Ну, я считаю, что это достаточно идеальный блонд, красивый блонд, которым можно пользоваться. На мой взгляд, с моими тысячными экспериментами, как вы знаете. Все, мои хорошие. Все полезные ссылки, да, я оставлю под видео на Викторию, на Кристину. Проходите, смотрите, подписывайтесь. Я думаю, Викторию будет очень приятно. Можем даже делать неожиданный ей подарок. Раз, только прилив подписчиков. Она офигеет, наверное. Привет от Вселенной. Можете писать ей в комментариях. Ну, а я с вами тогда прощаюсь до следующего видео, до следующих экспериментов. Пока-пока. Пока-пока.